Ребят, всем еще раз привет. Значит, смотрите, я не записывал никакого видео по поводу ситуации с игрой на ТНТ по очень простой причине. Мне хотелось собрать какие-то факты, какую-то объективную реальность и ей уже поделиться с вами, а не просто своими домыслами и размышлениями на этот счет. Значит, что мне удалось к этому моменту узнать? Первое, с чего все началось. После, по-моему, второй игры, там, где Денис Дорохов и Саша Панекин целовались, Александр Васильевич отправился в администрацию президента. Я не знаю, дошел ли он до Кириенко, информации у меня нет, но знаю точно, что потом, условно назовем это, запрос этот, поскакал по разным комитетам Государственной Думы, может, еще он где-то был разным комитетом, я имею в виду то, что связано с телевидением, вещанием, культурой и так далее. Они друг на друга, я так понимаю, это все дело отправляли. В итоге, вроде как, начало это все спускаться на тормозах, были только несколько депутатов, которые продолжали набирать очки на теме пропаганда нетрадиционных ценностей. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео, есть ли среди вас вот тоже такие люди, которые реально, и вот искренне верят в то, что, например, там 30-ти или там 40-летний мужчина, гетеросексуальный, там, семья, дети, все, посмотрел, вот, увидел эти 2 секунды поцелуя мужиков на сцене, и такой, так, что неправильно я жил, все, теперь буду геем, да, я к чему веду, я достаточно давно еще, помню, было интересно, я, ну, прям, заинтересовался этим вопросом, почитал, посмотрел, почитал научные какие-то изыскания на этот счет, вот, и, насколько я понял, научная мысль сводится к следующему, это в человеке, либо есть сорождение, либо, либо этого просто нету, то есть, да, там, это может подавляться социумом, ну, то есть, да, могут навязываться вещи, там, если это у нас, так, не принято, да, и человек будет стараться там давить это в себе и так далее, но, еще раз говорю, оно либо есть изначально, либо его нету, вот, но вот так, чтобы ниоткуда вдруг захотелось, нет, так это не работает, это моя точка зрения, вы можете с ней быть не согласны, единственное, о чем я прошу, не согласны, хорошо, напишите, но, пожалуйста, аргументируйте, не из цикла «я так думаю», а вот, пожалуйста, я читал то-то или, там, смотрел то-то и общался с тем-то, дальше продолжаем, возвращаемся к ситуации, что потом произошло, потом вышла, если я правильно сопоставляю события, вышла Суперлига на СТС, первый эфир, вышел там второй эфир, и, как оказалось, ситуация, ну, мягко говоря, печальная. Что такое печальная ситуация, вы можете проверить, зайдя просто на YouTube-каналы, соответственно, СТС, первого канала, СТС, КВН и ТНТ, и посмотреть, сколько набрали данные видео. Я боюсь ошибиться, поправите меня, если что, но, по-моему, у ТНТ фестиваль набрал, типа, миллионов, там, 10-12 просмотров, а КВН и Суперлига, соответственно, на своих YouTube-платформах набрали, там, несколько сотен тысяч, ну, понимаете, да, разница, там, в 10 раз. И вот после этого, я так понимаю, собрались уже вместе, там, и Муругов, и Эрнст, и Александр Васильевич, и, наверняка, может, еще там кто-то примкнул к этому коллективу, и уже коллективными усилиями подвинули, подвинули игру. Из неприятного, из неприятного, смотрите, чего узнал. Были ребята, которые так или иначе задействованы были в шоу «Игра», они были приглашены, опять-таки, в разных качествах на празднование дня рождения КВН. Кто-то на сцене, в общем, не суть, короче, были приглашены. И вот сейчас стало известно о том, что не будет этих ребят на празднование дня рождения КВН. Не буду никак, наверное, это комментировать. Давай, ладно, не буду, ну, много чего хочется сказать по этому поводу, не буду. Второй момент, то, чего не было раньше. Есть ребята, которые задействованы, опять-таки, так или иначе, в разных сферах задействованы на двух телеканалах, в том числе, да, на МАН, ТНТ и СТС. Никогда это не было проблемой до этого момента. На данный момент на телеканале СТС это стало не приветствоваться. Насколько сильно и куда это зайдет, я пока вам не готов ответить, потому что это все там маховик, который только раскручивается. Но то, что это, как бы, мягко говоря, неприятно, это, мягко говоря, неприятно. Давайте подытожим. Смотрите, чего мне кажется, чем не видится. Я надеюсь, что все эти взрослые и большие люди все-таки встретятся и договорятся, и найдут какое-то компромиссное решение, ну, типа, мы вам это, вы нам то. Как это может выглядеть, как, мне кажется. Условно, КВН показывает в воскресенье, но здорово. Суперлигу вы там будут показывать в субботу вечером, а вот игру на ТНТ в пятницу. Давайте там вот так, да. Это один из вариантов. В общем, я уверен и надеюсь, что они все-таки найдут какие-то пути, пути, и игра вернется на канал. И, по крайней мере, мне бы этого очень хотелось. Дело в том, что я там поклонник или не поклонник конкретно этой передачи. Я поклонник юмора в целом, и там, и там ребята, которых мы знаем и любим, и как бы хочется жить все-таки мир, дружба, жвачка, да, а не вот эти воины. Вот, всех обнимаю. Напишите, пожалуйста, ваши мысли по этому поводу. Может быть, у вас тоже есть какие-то факты, напишите, пожалуйста, в комментариях, напишите в личку, я их с удовольствием озвучу со ссылкой на вас, если хотите. Ну, не суть, лишь бы это было что-то проверенное. Вот, все. До встречи на новых интервьюшках, которые мы для вас готовим. Всех обнимаю.